Привет, это снова Трэшер. В этом видеоролике я сделал ловушку, с которой я ловил игроков и убивал их, а также как я лутал мистики и пвпшал с игроками и много чего другого. Не буду задерживать, присаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. А вот я захожу на сервер на третий день вайпа и начинаю свое развитие тем, что я бегаю к Тайверу Дердену и беру у него один кейс совсем. А также 10 тысяч валюты. А потом я захожу на сайт и вписываю в строку свой ник и получаю бесплатный дополнительный кейс, с которого я получаю 4 кости. А потом я иду на пвп арену в надежде получить хоть какие-то ресурсы. И вот я смог украсть 2 назаритовых слитка, которые я успешно продал. И я пошел на ртп, где срафтил 3 инструмента и нагрудник и пошел путешествовать по миру и добывать стаки деревьев для выполнения заданий от Тайвера Дердена. А вот я прихожу на второй этап с заданиями. Как тут спавнится сундук видов-то? И я под конец его активации кидаю запрос на телепортацию игроку. И он меня принимает. И я смог залутать один назаритовый нагрудник, назаритовые ботинки, а также зелье на силу 5. И это было отличное дополнение для моей задумки. А вот я открываю свой подарок от Тайвера Дердена. И мне падают, как по мне, самые лучшие вещи. Ага, нормально. Хорошо упал. А дальше я делаю мини-стэш и скидываю в сундук все свои ресурсы. В этом моменте я попадаю уже на новый ивент, а именно на Раскол Мантии. И получаю с него много приятных бонусов. А так как время подходило к ночи, я взял все ценные ресурсы к себе в инвентарь и вышел с сервера. Когда я зашел на сервер, я несколько раз походил на ивенты и пополучал с них ресурсы. Ну а также меня убивали. Но так как у меня со вчера появился сет, я решил его опробовать на ПВП-арене. Но броня еще была слишком сырая, и меня сильно проносили. Я потихоньку развивался и ходил на сундуки смерти. И я даже смог как-то попасть на раздачу ресурсов. А также влиться в доверие одному из игроков и пофармить у него пороха. И вскоре я даже смог поставить там клан Хом. И бесплатно фармить, и продавать. И уже через пару часов я ходил с 11 миллионами валюты на балансе. И собрав уже новую на заритую броню, я пошел ее тестить на ПВП-арену. Где она себя неплохо так показывает. И вот остается 10 секунд до Мистика. И я решаю пойти на него. Ведь вряд ли кто-то пойдет из топеров на обычный. И забрав себе полностью сет, я отправился на него. Пролететь я увидел трех Незеров, которые сразу кинулись на меня. Но я успел свапнуть на грудник и улететь. Но за мной ввязался один игрок, у которого была полная зерка. И я решил с ним попехаться. Мы начинаем ОП, но он сразу куда-то начинает убегать. После двух ударов его. Ну ладно. Но тут он ставит несколько паутины, которые хотел меня остановить. И он похоже посмотрел мои видео, где я так ловил игроков и убивал. И решил повторить. Из-за того, что у него не получилось, я с лидер закопался в землю. Но тут у него получается завести меня в паутину. Но я не занервничал и быстро ее сломал. И спокойно вырвался. И мы снова продолжаем ПВП. И я начинаю его проносить. А игрок повторяет все то же самое. Потом я просто бегал за ним. И наносил ему кучу ударов. Я даже выпил зелье на Силу-5, чтобы попробовать убить его. И вот кажется, что я вот-вот смогу его убить. Но он постоянно уходит от меня. Ну вот, к моему сожалению, к нему приходит его тиммейт. Попрощавшись со своим сетом дрожащими руками, я пытаюсь найти хоть какой-то вариант избежать смерти. Но он меня самый находит. Ведь игрок, с которым я поехался на протяжении 10 минут, вскапывает блоки в надежде меня убить. А я ем гэпал и убегаю. У меня даже залагал интернет. Но я одел элитры и на трех сердечках убегаю от него. И поняв, что мой сет готов к ВЛП, я его немного усовершенствую и начинаю с Кодзим Небиом. А пока я вам расскажу, как моя ловушка работает. Таки долгожданная ловушка. Вроде бы кажется, обычный игрок. Но тут даже виднеется поршень. Если этого игрока убить, то ты падаешь вниз и никак не сможешь выбраться из этого человека. Как бы ты ни хотел. Найдя его, я решил дополнить свой сет и купил за пять шлем, а также сферу Осириса. Исходив на пару ивентов, я наконец-таки смог закончить свой комплект брони и готов был к ПВП. Поэтому я пошел делать ловушку. Полностью ее сделав, я отправился на ПВП-арену, где увидел топера, с которым мы попехались. И я его нормально так проносил. Что он ливался в ПВП-арену? И когда я ему предложил пойти на КВ, он заманчиво согласился. Тэпнув его неподалеку от своей трапки, я им гэпал, бафаю на себя зубровку и мы начинаем перекритовку. И сильно его прожав вначале, он сразу же начал от меня убегать, рушив все мои планы. Но я никак не мог ожидать, что он сам придет на ловушку. И ничего не подозревая, я его скину в трапку, где он даже пытался уйти на Пёрли. Но у него ничего не получилось. И я с него получил две вещи Таноса, а именно шлем и ботинки. И вот так вот выглядел мой инвентарь после. Испустя часть, я нахожу игрока, которого сразу же вызваю на КВ. А заметил его на той же ПВП-арене. И вот тэпнув его к себе, он сразу же начинает агрессировать на меня. И начинает меня критовать. А я отбежав бафаю на себя зельку и ем гэпал. Но как из прошлого, начал он бежать к моей трапке. Им как будто там медом намазано. И приближав туда, игрок уже сам захотел убить соучастника. Но он совсем не ждал, что попадется в мою ловушку. И вот начинается жесткая месила, где я наношу ему много критов. А позже сношу ему тотем. И убиваю. Но самое интересное идет после этого. Когда я его убил, он мне предлагает, что хочет выкупить все мои ресурсы за донат Титан. А я без раздумий собрал все ресурсы и отдал ему свою базу, как пол цены. А вот мои первые эмоции, когда я заметил донат. А так подождите, он мне уже купил Титана. Вот почему он ушел. Все, я ему отдал все ресурсы. А также я ему отдал все мои ценные вещи, включая полностью весь комплект ранителя. А так как у меня остались только деньги, я вложил их в болток. И я остался без ничего. Ведь даже те ресурсы, которые он не забрал со своей базы, я устроил раздачу. И отдал игрокам. И на такой радостной новости я заканчиваю видео. Как по мне, ловушка реально хороша. Только для того, чтобы игрок не выбрался и не убежал с ПВП. Поэтому в следующих видео я усовершенствую ее. И она станет намного лучше. А пока это тот самый момент, когда ты должен зайти на сервер Таллин. Ведь прямо сейчас уже идет новый вайб, где ты можешь показать себя в ПВЕ, а позже и в ПВП. Зайти ты можешь прямо сейчас. Айпи на экране и в комментариях. Не краска вас.